К нашему эфиру присоединяется Сергей Жуков, аналитик Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Сергей, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Сергей, ну, с украинской стороны тут вопросов нет, нам ничего не остается делать. Мы уничтожаем агрессора, который пришел на нашу землю с оружием в руках, со стороны России. Как можно определить сроки, что такое количество уничтоженных оккупантов, то есть до тысячи в день, будет длиться, ну, вот, прямо скажем, еще 3-4 месяца. Вот в такой же интенсивности, потому что именно к выборам Путину нужна хотя бы какая-то иллюзия победы или успеха на фронте. Как считаете? Безусловно, война Российской Федерации ведется не только на поле боя, но и в информационном пространстве. И информационное пространство должно подпитывать вот эти милитаристские настроения в российском обществе, в том числе путем, рассказывая о каких-то победах и достижениях здесь, на территории Украины. И также очевидно, что ежедневные отчеты Минобороны в исполнении Коношенкова россиян уже не удовлетворяют, им нужны какие-то осязаемые вещи, например, как захват какого-нибудь населенного пункта. И мы видим, что россияне сейчас пытаются взять в окружение Авдеевку. И продиктовано это не только военными соображениями, но еще и, как я уже сказал, чисто информационными соображениями для того, чтобы показать и Путину какую-то победу, и российскому обществу какую-то победу, и Путина показать каким-то победителям. Хотя, если мы вспомним о том, как все начиналось, в феврале 22-го года говорилось о Киеве за 2-3 дня, потом за несколько недель о Львове. Но, тем не менее, мы видим, что уже почти два года длится полномасштабная война, и россияне бились месяцами за Бахмут, теперь также месяцами бьются за Авдеевку и теряют там личный состав и огромное количество техники. Ну, в общем, даже для обычных обывателей российских, наверное, должно быть очевидно, что рассказы о второй армии в мире, непобедимой и такой вот универсальной и совершенной, они немножко были преувеличены. Вот что хотим еще с вами обсудить. Вербует мигрантов, банкротов, должников, безработных. Издание «Важная история» публиковало документ с планом набора на контракт в армию России. И речь идет о письме федерального инспектора по Тверской области, начальнику регионального управления Росгвардии. Письмо датировано 3 октября текущего года, и в документе есть перечень из 22 категорий населения России, которых просто необходимо вербовать в армию в первую очередь. В частности, на войну в Украину забирают военных в запасе, демобилизированных, срочников, ну и также тех, кто были осужденными, бывшие члены ЧВК, должников и банкротов, безработных, мигрантов, иностранцев, которые подлежат депортации. Цитату услышим и обсудим это. «Нужное количество одно Министерство обороны опять набрать не может, поэтому дано жесткое задание исполнительной власти подключиться к этому набору и целенаправленно вести его среди ущемленных слоев, мигрантов, должников, то есть тех, кого можно каким-то образом прищучить. Подписание контракта до сих пор добровольное, но можно уговорить или поставить какие-то условия, или сделать жизнь невыносимой». Сергей Кривенко, глава общенационального движения, гражданин, армия права. В интервью «Важные истории». Вот это на самом деле выглядит так, как будто бы еще пытаются не только отправить на фронт, да, чтобы для подкрепления, потому что о каком подкреплении можете идти речь, если, к примеру, у человека нет боевого опыта. Я сейчас говорю не о членах частных военных компаний, а о тех же должниках, например, мигрантах и так далее, кто абсолютно не предполагал, что ему когда-то придется держать оружие в руках. Это выглядит, как некоторая еще чистка внутри самой России? Можно это воспринимать как чистку, как, в принципе, и мобилизацию заключенных в свое время в ряды различных ЧВК, самые раскрученные из которых была Вагнер, можно тоже было воспринимать как попытку очистить общество от уголовных элементов. Но я бы хотел обратить внимание еще на второй аспект. Российская власть, она все-таки опасается проводить полномасштабную мобилизацию, новую волну, точнее, ее объявлять, и пытается это все, потребности фронта, закрыть мобилизацией скрытой. То есть сотрудники военкоматов, чиновники, они, во-первых, работают по вполне логичной схеме, по людям, которые имеют военный опыт, то есть это отставные военные, это участники боевых действий, это ЧВКшники, которые все-таки ушли с войны и пытаются там что-то в мирной жизни делать. Какой аргумент для них? Это, в первую очередь, деньги, и то, что для них пребывание на войне не является таким уж стрессовым фактором, как для людей, которых просто вырывают из мирной жизни. То есть им пойти на войну снова психологически легче, плюс это для них возможность заработать. Ну, а во-вторых, это те люди, которые имеют огромные проблемы, да, финансовые, проблемы с законом, проблемы с миграционными службами и так далее. То есть это те люди, которым, ну, очень, это, да, уязвленные слои населения, как было сказано. И таким образом решается несколько вопросов. Во-первых, так находятся в выполнении личного состава, часть из которых имеет боевой опыт. А во-вторых, на фронт забирают тех, кому в большинстве случаев в российском обществу не жалко. То есть это не обычные там чьи-то мужья, свиновья, которые к военному делу не имеют никакого отношения. Это просто люди, которые либо социально не устроены, либо социально не защищены, либо те, которые уже как бы и так в свое время сделали выбор в пользу армии или в пользу там ЧВК и так далее. Поэтому для российского общества это воспринимается легко. Они снова смотрят на войну в телевизоре и так или иначе их война это напрямую не касается. А тех, кого касается, из тех же не защищенных слоев, для них это во многом путь по социальной лестнице вверх. Такой вот социальный и финансовый трамплин. Потому что на войне там мужчины, там всячески безработные, должники, какие-то люди с различными социальными проблемами получают деньги, которых они никогда раньше не видели. Ну а если они заканчивают свой жизненный путь на украинской земле, то их семьи получают выплаты. И жены, в принципе, их семьи эти деньги потом тратят, прогуливают и так далее. И в принципе никто особо не жалеет. А если и жалеет, то получают хорошую компенсацию. Этим, в принципе, российская власть и пользуется. Сначала загнав своих подданных в крайнюю степень нищеты и обесчеловечивания. А потом расплачивается общество своими жизнями за авантюры этой власти. Но в то же время получают за это деньги и таким образом негативный эффект этого всего сглаживается. Ведь вы посмотрите на интервью тех же некоторых россиян, которые наблюдают это все дело изнутри. Они могут вам рассказать, что некоторые села, хутора на Дальнем Востоке, например, Сибири и так далее, они фактически целыми населенными пунктами прогуливают гробовые, которые получают их от насельчане. Вот тут небольшая просто ремарка. Вы говорите, деньги платят, это выгодно. Так еще нужно добиться, чтобы эти деньги заплатили. Не так уж просто и добиться этих выплат на самом деле, потому что, например, погибших, как без вести пропавших, определяют и тогда выплаты, ну, едва ли, в принципе, светят кому-то из родственников. А что касается чисток, ну, как всегда, как квадратное колесо, да, все делается в России. Вроде бы и пытались делать чистки, и местное население должно было с этим согласиться, я имею в виду те, кто в России проживает. Но вот те, кому удалось выжить из уголовников тех же, они возвращаются на территорию России и продолжают терроризировать, но уже российское население. И выгода, ну, какая-то не особенно выгодная получается. Ну, да, я еще добавлю, что, ну, даже побывав в районе Авдеевки, я ездил некоторое время к нашим бойцам, они говорят, что они не возвращают не то что раненых, ну, погибших. То есть половина из тех потерь, которые озвучиваются в России, об этом ничего не известно. Если говорить о выплатах, то есть даже без вести пропавшие, это уже фактор того, чтобы не выплачивать людям деньги. То есть здесь просто какая-то, я не знаю, уничтожение нации идет и больше ничего. Вот такая ситуация. На самом деле, вот как говорил Валерий Залужный, что не хватает у России времени и средств, чтобы обучить и экипировать достаточное количество людей. Ну, то есть, по сути, мясо, как вы считаете? Просто пушечное мясо будет отправляться в Украину. Ну, безусловно, мы видим, что на территории Украины, среди российских военных, да, различных там, и мы ведем речь и о вооруженных силах России, и Росгвардии, и о так называемых подразделениях БАРС и ЧВК, там очень много различных, скажем так, можно выделить несколько групп. С одной стороны, есть действительно хорошо обмундированные, хорошо экипированные, хорошо обученные военнослужащие, которые являются серьезным противником и доставляют большое количество забот нашим защитникам. С другой стороны, есть вот эти вот насмех мобилизированные, наспех собранные и брошенные в мясорубку, люди из числа тех самых мобилизированных, из различных незащищенных групп, люди из числа ЧВК, те самые БАРСы, которые используются в качестве пушечного мяса, это не преувеличение, они бросаются на прорывы, они бросаются на мясные штурмы для того, чтобы измотать просто украинских защитников, а после них уже запускать тех, кого, скажем так, более жалко российскому командованию и тех, кого оно больше дорожит. Вот и все. То есть фактически российские окупанты разделены на несколько сортов и в зависимости от того, какой это сорт, к ним и такое отношение. Но что касается выплаты, действительно, это стандартная тактика российской власти, во-первых, замалчивать потери для того, чтобы не опередить общество лишний раз, а для вторых, чтобы сэкономить немножко на выплатах и там, где их есть возможность не выплачивать, не выплачивать. Сергей, да, без вести пропавших записывают самовольно. Спасибо. Сергей, спасибо за ваше мнение, за то, что приняли участие в нашем эфире. Зрителям напоминаю, Сергей Жуков, аналитик Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш телеграм в описании.